Спецбрекер может появиться и с Арахтум, как раз и сейчас, и так же может и у Империи появиться. Так, ну что, Ликан, ждём его появления. Это я так думаю, честно, моё мнение. Я не знаю, как они думают. Ну, он для меня очень сильный тоже персонаж. Кто? Ну, Ликантроп. Ну, конечно, Ликан для Империи заходит, ну, вообще шоколадно, тут даже не надо ничего объяснять. Куча аур, куча самонов, такой жёсткий пуш, получается. Для Веги, кстати, не так круто заходит. А для Веги он как бы, он просто сам по себе. Ну, вот как Серёга говорит, что для него это просто крутой герой. В принципе, так и есть. То есть, тут он, может быть, не так и совсем стакается, но он просто сильный герой, который тоже может показаться. Тем более, что Девауэр, он нынче в миде, он уже не так силён именно в миде. Против фондовиков он уже не овнет. И Хаулем он может помогать. И да, и лишний, как бы, вот, лишний вот этот вот буст в виде Хауля, для того, чтобы Девауэр Митцевой отстоял на ура, не помешает. И ничего, Баня. А, открывающий пик в Веге, что-то я затупил. Тогда, тогда, да, да, о чём же и речь. Что-то я протупил. Кстати, тут люди спрашивают, уже неоднократно вижу... Опять про фонотиков? Нет, 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 нет. Всё, Серёж, тебя простили, поняли и забыли. Да, это он. Спрашивают, почему ты спрофитник отряд Омни Найтем? Вот, это очень странный вопрос, но это и жёсткая контра. На самом деле, я думаю, что на бумаге выглядит замечательно. На деле... Ну... Ульта работает Омни Найтем сколько там у нас секунд? 7, а так 10, да, по-моему? С агонимом. 6-7-8, а с агонимом 10. 10, да. А ульта ДП у нас работает? 45! Ну вот, 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 про это, потом речь. Проблема. Да, и плюс, пока он там нафармит, попробуй ещё Кастани, ты под Саусом можешь пробегать просто, у неё есть замечательность. Ну, да, там, на самом деле, проблема даже, может, не в этом, в принципе, даже 6 секунд полного физического иммунитета может хватить, чтобы, ну, пообсорбить много урона, выиграть драку. Ну, проблема в АОЕ, ультимейте Омни Найта, то есть пока у тебя нет агонима, АОЕ крайне маленький, и чтобы тебе дать ему на всех своих героев, во-первых, они должны стоять в куче, что само по себе странно, плохо и вряд ли получится, а во-вторых, ты должен стоять на Омни Найте рядом с ними, а это потенциальная возможность получить стан, саленс и всё что угодно. То есть, на самом деле, это не работает. Может быть, только если Омни Найт Кэрри у него агоним, но это уже выглядит совсем странно. У нас Империя рисует для себя картину прошлой игры. Осталось 5 секунд. Будет идти это тоже Девавер, а тоже мясо будет идти этот Ликантроп. Дополнительное время. Будет толстый с Некрами, просто будет бежать на тебя под бешеным оффспидом. А у тебя опять, чем ты будешь принимать это на грудь? Очередь Ликантропа, понятное дело, будет снять на лёгкой линии, там уже Шейкер. Будет оффлейне стоять. Тут хоть как-то можно подфармить и пойти что-то сделать по карте. Но ситуация, в принципе, похожа. Вот так вот. Осталось 10 секунд. Вот хорошая контра УД. Ну вот как раз-таки здесь довольно-таки страшный этот УД посажет. Это Сашка на погоне, который сейчасёт. Дополнительное время. Очень жёсткая ситуация получается с УД. Есть Оракул, который, ну вот, хочешь не хочешь, а всё равно он может дать False Promise ОД. И тот просто за 7 секунд несколько тычек сделает, перед смертью кастанёт ульт и нанесёт свой демод. То есть даже если ты его убиваешь. Но при том, чем неприятен этот спел, вот насколько бы ты жёстким игроком не был, бывают ситуации, когда ты вообще не можешь понять, то ли он фулл ХП будет после ульта Уракула, то ли он будет... Он будет очень битым, потому что есть Пугна. Ну, с Пугной, да. Пугна очень хороша против ОД. Он будет очень битым, потому что Пугна и тульта Фуриона прилетит, инвокер шотек останёт, он будет битым очень. Но его нужно по-любому кидать в False Promise. Да, но БКБ. БКБ решает вопросы. На самом деле я уже вот смотрю опять же на то, как все пушат, и давно задаюсь вопросом, где же Пугна-то. Просто это самый сильный герой именно в пуши. И на самом деле один из самых сильных героев, которого можно взять против пуши. Потому что любые пуши, они совершаются, ну так, в середине игры, когда ещё маленькие, маленькое количество ХП. И частенько всё происходит за счёт большого количества кастов. То есть кто-то всё время что-то кастует, чтобы пушить, да, там, хилы ли это, нюки, и так далее. Пугна справляется с этим за счёт палки очень жёстко. Тут, правда, у Вегис немножко не та ситуация. Они не спряются вообще не особо ничего пушить, но теперь их пушат. И вот это улыновый пик как раз. Жёсткий пик. Улыновый пик без лайта, без всего. Просто до конца Империя будет идти. Да, ну так у них может получиться, потому что эта Пугна... Вот, я не знаю, Баншу остановить тяжело, но её остановить тяжело даже, может быть, не столько в пуши, как в драке. И это противно. Что-то как бы тебе драться с ней тяжело, но Пугну в пуши остановить. Что-то вот из этой серии будет, если в Империи не получится, они будут идти на первую пушку, на вторую пушку. Соответственно, Лекан будет зеркально перемещаться на другой конец карты. И там будет фармить, сносить ТВРА, и будет фармиться третий Некра. И когда они подходят к рампе, нужно будет выиграть вот эту ключевую драку, когда на тебя Лекан побежит с этими третьими Некрами около рампы противника. Вот если ты её выиграешь один раз, скорее всего, у тебя получится. Это в стиле Ротикея, когда ты можешь проиграть четыре раза, один раз выиграть и снести всё-таки бараки. Потому что, ну, скорее всего, вот чем ещё Пугна занимательно, то, что если Баньше нужен там шестой, как минимум, а то и одиннадцатый, то Пугна уже с самого начала жёстко ломает, и ей даже одиннадцатый не нужен. И четвёртый Бласт, одни арканцы, на ней там, может быть, ещё на каком-то герое, и она сносит всё очень... Я не знаю, что думает Вега, я бы аппарат прям влил бы сейчас, и Шейкер у него выходит на оффлейн, Оракл и Аппарат, ну, два суппорта такие получатся. Да, они будут без тана, без всего, но... Дэмэджа с руки там будет много. Будет хотя бы ульта, будет прокаскивать, будет Вортекс класса под это всё, будет Фишура класса, будет Оракл кидать свои сплы, и сам аппарат тоже ульту может там подкинуть. Осталось десять секунд. Ну да, это, наверное, далеко не самое плохое. И ещё Вортекс очень будет круто заходить под ульту Деварера. Осталось пять секунд. О, кстати, да, это... Дополнительное время. Ну, Вортекс тут... Ну, Вортекс в принципе, да, хорошо заходит против магии. Здесь и против Шейкера, точнее, Шейкером и Суде он комбинируется. Но надо что-то подобное брать, наверное, в любом случае, потому что, как по мне, здесь Эмпайр вообще без проблем могут дойти в сложную. Пугна Венга берут ещё туда плюс один какой-то герой. Это очень серьёзная линия, учитывая, что есть Санстрайк Инвокера и Фреон на лёгкой, который будет прилетать. То есть это всё очень жёстко. Единственный минус всей этой истории, что Шейкер на сложный будет получать много денег, и опыта, и значит, он будет быстро блинками. Захотели отспам какой-то иметь и решили, что Драгон Слейвом будут они как-то пытаться... Ну, против Пугны не особо круто работает. У меня какое-то странное ощущение, что сейчас Вега опять что-то пойдёт, типа, триплы... Сами триплой? Триплой, типа... Осталось пять секунд. Типа, Ликан... Тебя что-то сомневаюсь. Ликан может какой-то что-то из серии, там, мидл пойти, там, Иуде, что-то вроде в лёгкую. Какой-то странный. Нет, Поплавский какой-то. Поплавский, да. Ну, ладно, если стандартно, то там Лина должна быть саппортом. Я думаю, что скорее сами Вега могут опасаться прихода к ним триплой. Усилили просто. Ну да, хотя и вот аппарат был больше нет. Ну и... Стандартно, ничего такого прям жёсткого нет. Дазл, чтобы укрепить, чтобы хилл был. Да, и вот как раз против Дазла, опять же, аппарат был бы, наверное, поинтереснее. Линей вообще будет тяжко. В конце концов, аппарат ставит пару вортексов, кидает ультимейт издалека, и от палки не особо страдает. Алина даёт две волны, и она уже практически мёртвая. В лагуны и не надо кидать. Ну, не знаю. На самом деле, если честно, мне кажется, что Вега победит здесь просто потому, что Империя взяли какой-то улын, но явно его не тренили. У них нет права на ошибку. Ну, то есть не то, что нет, в этом пике, пожалуй, даже есть, но буквально одна ошибка, и у тебя всё лопается. У тебя всё очень тонко. Если к тебе как-то разок зашли... Ну, кстати, коэффициенты как подровнялись-то у нас. Приготовьтесь к битве. Доброго времени суток всем ещё раз. Это Каспер и Годхант, и мы начинаем смотреть вторую карту. Импайр против Вега. И всё уже начинается. Сразу видно, наши аналитики не смотрят игры и нас не слушают. Мы говорили... Нас не слушают, это понятно. Это понятно. Я про то, что... Смайлух рассказывал про то, что Инвокеру... В принципе, не нужно было собираться в дэмодж, что типа мансы, мансы, мансы. Но мы не говорили, что мансы это плохо. Просто... Когда всё основано на мансы, да. Просто ты... Не было толку. Есть медведь. 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 Это животное, которое вызывает хозяин медведя. Да. Тоже медведь. У него 2700 хп. Есть дазл и мека. То есть мы увеличиваем его хп, плюс есть какой-то родной Рейгин, который работает от Тауэр, и Владмир. 30 секунд для начала сражения. Тебе нужно убить медведя. Чтобы убить медведя, нужно нанести примерно 3 плюс 1000 урона. Да, да, да. А с этим были действительно проблемы, и прокаст бы с этим никак не справился. Торнадо и Метеор не наносят 3000 урона. Никак. Иногда, если... Есть рефрешер, например. Иногда, если на чуваке висит вылог дискорд, он находится в гости от пугны. И вортекс ещё под ногами. И вортекс под ногами. Я ещё Чен Пенитен сдал. Ну, ладно. Давайте, наверное, пройдёмся немного по командам. Посмотрим, кто на ком у нас будет играть. Всё-таки вторая карта в Вега сейчас может пройти в финал виннеров. И встретиться там с командой Спирит. И, собственно, повоевать за... Слот на шанхайском контроле. Либо же имперцы сейчас сравняют счёт. И у нас будет третья решающая карта. Собственно, команда в Вега. Паша. Лик Контроп уходит на нижнюю линию. Вот так вот. Неожиданная Сёмба, убийца, Лина, Соло. Оракл, Нуан на Outworld, Devourer и Маг убегает пока что в свою лёгкую на Earthshaker. Да, ну и Team Empire, Resolution, Invoker, Хвост будет играть на пугне. No Fear, Vengeful, Спирита, Лоша, Надазли и Фаник, Дотам, Фурион. Что стоит отметить? Меня немного удивил пик Лины в конце. То есть, ну, после того, как ты видишь, что есть пугна, который наверняка будет стоять вард. На пугне будет качать. Если не будет качать, то да. Ну, вроде Хвост играл на пугне и знает, как скиллы у неё работают. Тем более против магов работают они очень хорошо. Поэтому Лина меня немного удивляет. Замахнуться лагуной и умереть – это не самая лучшая затея после файта. Ну, вообще, да. И Лине даже сейчас нужно быть осторожной, потому что можно просто получить астан от No Fear'а и просто потерять половину столба своего здоровья. Вот даже так вот и просто Фурион закидывает за дерево плюху. Кстати, Резоль у нас в Миде проседает. Очень некисло проседает. 50 хитпоинтов. И Линкс Элвей возвращает себя к жизни. Ну, вот, собственно, No One. Outworld Devourer в Миде. И, опять же, у нас там в Твиттере, помнишь, мы когда-то удивлялись, почему чувак Астрал вкачал, наверное, чинжлоги не читал. В Твиттере нам там, ну, наши твиттерные аналитики... Много горения было по поводу, куда ему качать первую, ведь эссенция ауры не будет, а зачем качать эссенция ауры, если скиллов нет и так далее. Ну, дело в том, что на втором ты уже ничего не можешь сделать, если ты вкачал Астрал Эмпрайзенмент, потому что ты точно так же продолжаешь прятать, а это ровным счетом ничего не делает. Ты вынужден качать ауру, потому что у тебя мана заканчивается, и ты таким образом качаешь арбу только на третьем уровне. А так ты на третьем уровне уже имеешь арбу 2, который уже имеет эффективность чуть ли не в полтора раза выше. Как, в принципе, сейчас и происходит. Ну и вот он, ворованный интеллект пошел, уже 6 интеллекта спинерили у инвокера. Это, кроме того, что ворует монопул, это еще и уменьшает атаку инвокера, если что. Но это все труднее добивать крипов. Да, 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 именно так. И избивали хвоста у нас здесь немножко на верхней линии. Вышел сюда оракл, вышел шейкер. Ну, шейкер отсюда, собственно, никуда не уходил, но плюх получили оба, вернее, все трое, и все разбежались. Пугна восстанавливает здоровье, получает уже четвертый уровень пугна очень сильная. И про Дуеса тоже проблем особо с левелом нет. Немного траблы с фармом, но я думаю, он справится с этим. Хотя, как траблы с фармом? 10 крипов против 13 у хвоста, все же не так уж и плохо. Он фурыч тоже нормально фармит. Вообще, пока крипов бьют хорошо все, кроме ликантропа и инвокера. Да, и ликантроп-то, если может быстренько смотаться в лес и поднабрать там этого, то инвокеру это сделать чуть трудней. Ну, есть честь форги, то, конечно, тоже можно смотаться и так далее, но контроп второй уровень всего. Ну, тяжело. Среди игроков с 50 плюс игр на фуреоне у Ваника самые высокие показатели среднего количества киллов и ассистов за игру. 5-7 киллов и 10-8 ассистов. Неплохо. Ассистов на фуреоне, конечно, клепать не так-то тяжело, но вот фраги немного другая уже категория. Тан-дам. В принципе, неплохо. Да. Если сравнительно с другими фуреонами это высокий показатель, значит, это уже неплохо. Ну, фуреон имеет уже 4-й с половиной уровень, в то время как у Паши только 3-й. Сейчас апнулся. И фуреон имеет 19 на 9. Фаник просто в ударе. Что-то, что он там слиной с этой делает? Он просто подходит, дает там одну плюху, тоже на полкишок, на какой-то... Ну, как бы, ну, талисман. У него 73 атаки. Это очень много. Если что, а когда появится фаизион, он ликантропа будет отрывать кусочки нормальные. ОД. Так, а что там у нас у ОД? Он 9 интеллекта у него ровно уже. Да, ОД стоит здесь, конечно, очень хорошо. Сейчас, если у него еще аура сработает парочку раз, тогда он будет себя чувствовать совсем замечательно. Единственное положение шейкера, вот на изилейне, который стоит против хвоста, и пятый уровень уже имеется, и соуринг, сапог, тангусы. Отрезает сейчас хвоста фиссурой. Помогает с ним. Сейчас Сема немножко подставляется под пеньков, его немного расхарасили. Соло уходил на нижнюю линию, но тоже его появление здесь ничего не изменило. Немножко, конечно, ликантропу дали подобивать крипцов, но не знаю, насколько это радикально изменится на положении вещей. Вот так вот, конечно, пеньками подкармливать не стоит. В ситуации, когда вы совсем уж решили загнобить ликана, там любой форм, он уже неплох будет для него. И что у нас там инвокера? Нокер у нас пока раскачивается, в этот раз мы видим уже векс на начальных уровнях, для того, чтобы иметь, видимо, полный набор заклинаний в своем арсенале. не хочет с инвокера уходить резолюши, но очень ему нравится этот герой, видать, резолюши начинает разминать. Еще туда, заряжать, но дазл, да, дазл помогает, плюс кваск тоже имеется в наличии. Ну, вообще, да, также стоит еще отметить, что Алакрити появляется у тебя, и даже первого уровня Алакрити, оно уже хоть немного компенсирует ворованный интеллект от Деваурера. Ну, пока 14 на 6 против 29 на 14, ноуанн аннигилирует просто мидл, по-другому ты и не скажешь, потому что в 2 с лишним разом переформил инвокера, притом, что стоят они 2 на 2. Выходом на хвоста ресурка, есть, экс-лэм, да. Скорс-блаз, исполнение мага на хвосте, 800 на руках. Да, даггер здесь, как и отмечали наши ребята из аналитики, будет весьма быстро, как мне кажется. Да, у него уже и с уровнем проблем нету, посмотри, он сейчас получится в 7-й, соответственно, потом там 8-й, 9-й, 10-й, если дела пойдут так и дальше, то и до 2-го эхо-слэма не так долго останется ждать, а 2-й эхо-слэм с блингдаггером, ну, это очень опасно. Это может быть тот урон, который имперцам не позволит подозрить. Тем более, для таких тонких ребят. Угу. В своей карьере играл на пугне 10 раз, и 7 из них победил. Ну, одну игру мы точно помним. Все я помню. Боя на старладере, когда хвост переиграл на керри пугне керри гирокоптера. Выводила. Сосал как бог. Сосал как бог, да. Если где-то есть бог сосания, то это хвост. выход middle. No one, Sunstrike, хороший бодиблок. No one пока живет, его как-то подхилить, но no one, все, что можно здесь ел, все равно погибает. Что за соло, погоним? Будут ли спруты, спроты будут через сих. Слушай, нормально, мы тут понаваливали. Морбогу веном, если что, у Фуриона. Иниками тоже немножко сам себя подблочил. Но в любом случае, Оракла прогнали, можно немного попушить, дазл тут есть на захиле, можно даже крипцов, наверное, подлечить. Ну, крипцы по какому бы. Самое страшное, то, что Фурион уже получил шестой уровень, и сейчас он еще будет ультимейтом помогать. Вот этот демодж ты никогда не можешь ожидать и рассчитать. Ты просто стоишь... Вот так вот, например, как соло. Да. Стоит, сейчас стоит. Сейчас получает случайно Sunstrike и ультфурача, и уже не стоит. Sunstrike, честно, оно пока не показано. Нанесет? Не, ну там он уже нормально, там на пару соток точно бьет, а 225. Он уже подхилился, но этого хватит ему на самом деле. Sunstrike и ультфурача хватит. Стоит здесь пенек, контролирует подход к рунге. Маг, мага, пытаются забрать, но маг был с тангусом, не растерялся, когда его закрыли в спруты, проел себе дорогу в жизнь и убежал. Выход ринге оказался безрезультативным. Резолюшн. Получается сейчас шестой, и совсем скоро у него появится Мидас. Ну, то, о чем мы говорили, Паша смещается в леса, на лейнин оставляет Сему, чтобы тут экспилса, и старается поднять линии шестой, там, седьмой уровень, который нужен, ну, максимум магического дэмэджа. Фух, вот, забрал вышку. Забрал вышку на ботами. Ну, с четвертым бластом это не так трудно сделать. Вот, чем мне нравится пугнать, тем, что ей не обязательно заходить на регаун. Смотри, напали опять на Нуана. Ой, как же больно! Какой же нереальный дэмэдж с хила от Стазла, пенькам, просто что-то жуткое, еще и ульт залетает по асёме, и линия, фаник пытается отгородиться, понимает, что его сейчас могут пойти убивать, его действительно идут, убивают тут четвером стули фуриона. Ну, забрали у дэмэджа, это здорово. Забирают у дэмэджа, для, мне кажется, империи это великолепно, все-таки, инвокера в медле немного прессанули, а сейчас он уже догоняет практически по крепочкам, это в АД. Ну и пугна очень жестко бьет по вышкам. Пугна четвертым бластом это рвань, да. Ну, то, о чем я не закончил. Ей не надо заходить на хайграунд, он стоит слоу граунда и кидает свои бласты. Это очень важно. Да, вар падает, это очень важный момент, он так недооценивается командами, потому что многие сейчас как раз и останавливают тот самый факт захода на хайграунд, а не боятся подняться на эту рамку. Пугна, вышки нет, и уже вроде как не страшно, ставишься в трёп сервер. Какие-то рядышком пару аркан-бутсов, ну, в основном у тебя есть одни аркан-бутсы, ещё там в команде у кого-то одни аркан-бутсы, маны у тебя почти не заканчиваются, плюс у тебя там ещё есть какие-то, ну, любые другие артефакты на, там, монопул, на оригин маны, и ты просто действительно стоишь, плюхаешь. Плюс твой вард, Незервард не даёт подойти близко к тебе. Вернее, если люди хотят близко подходить, то они обычно платят за это своей жизнью. И ещё вышка на топе сейчас будет проседать, да, конечно. Желать бессмысленным, потому что дефт не идёт, но хотя есть смысл, да, выиграть 5 секунд. Ну, типа ты 5 секунд времени выиграл, окей. 5 секунд ты выиграл. Старается между нажать и не нажать ровно вот в эти 5 секунд. И, да, ещё одна вышка, ещё немного денег для Empire. Конечно, сноубол у них сейчас начинается весьма неплохой. Они уже 2,5 тысячи золота ведут, проигрывая при этом полторы тысячи опыта. Но опыт тут не так важен. Тут важен именно этот эффект сноубола денежного. Правильные артефакты, правильные тайминги, правильный снос ТВРОВ. Всё это приведёт к тому, что на рампу могут зайти имперцы очень рано. Да, ты посмотри, уже Т2 начинает страдать. Причём страдает довольно-таки сильно. Дазл делает ТП. Пошёл Sunstrike. Паша еле живой. Форма, да, так вот нет. Будет ли подхил? Есть подхил. Паша выживает на 14 хп. Господи, Иисус. Сматывает отсюда Паша. Там на топе тоже драка. Там на топе сожрали, кстати, Фуриона. Инвокер отсюда убегает, получает фиссуру, получает Астрал Ампраизминт и, скорее всего, умирает. Да, тут ещё Лина подошла. Эко слайм. И это минус. Инвокер. Ты видел, что Фурион просто растерялся? Фурион в это время пытался лететь и срезать Ликантропа. Он летел на Ликантропа вот сюда. И, видать, он даже не обратил внимания, что на него нападают, что его сожрали. Если бы его сожрали, он наверняка делал бы тапаут на базу куда-то. Закрывался с пруты и так далее. Скорее всего, так бы и было. Вот. И первый тревожный звоночек. Когда происходят такие вещи во время пушей, это очень неприятно. У тебя сбивается этот самый сноубол. Вот мы видим первую завихрюшечку. Облом. Да. Первую, как там называется, экстремум вроде бы, функции. И, в принципе... Не умничай. Сложно, да, вот это? Сложно, непонятно. Так вот. И в связи с этим могут возникнуть трудности. Потому что появятся действительно какие-то некропокемоны пораньше. Появится, возможно, тоже мекки ответные. Но имперцы не особо отчаиваются. Я смотрю. Да, пукну забирает очередную вышку. Готов уже мекказм у хвоста. А это не плохой вариант. На 12-й минуте с арканами базилки. Вот вообще на пуш зацелен очень сильно. У него и базила, и мека, и сама пугна рассчитана на пуш. Последние Т2 остаются на ботами. Да, на фуловые. Но туда уже выдвигаются Team Empire и начинают... Да, они вообще не сомневаются в том, что это правильное решение. И правильно. Вот. Вот это называется пуш. А не то, чем занимаются разные команды, понабирая пять бойцов, там, я не знаю, пушеров, и при этом фармя всю игру. Немножко. Не посчитала дота. Не закрыла. корнями у нас оракла. Но соло должен быть доволен. Заход на хайграунд, по-моему, намечает у нас, не ошибаюсь. Да, действительно, Лина не попадает, сомонов не сбрила. Пошли власты от пугны. Крип просаживает очень быстро. Да, сомоны отлетают от ОД очень быстро. Вызванный юнит для него. Это самое сладенькое, что может быть. Там вроде убирали эту штуку. А не, пугны, которые сейчас наваливают по ОД. Смотри, ну, Ван практически склеился. Да, очень больно. Ну, у него там... У него была оруна Рейгинга, и мы их сбили. Да, криком сбила Винга. Ай-яй-яй-яй. И вот она, как у пугны. А Т-3 тупала. Тификейшн, 151 хп, это буквально еще димбласт. Абсолютно фуловый Тим Эмпайр. Кстати, да, это совсем жестко. Бах, бах, еще один бластик, есть минус. Инвокер, правда, забирает вышку. И что, отступят Тим Эмпайров? Давай поглядим, что у них там по артефакту. Возможно, нужно что-то дособирать интересное. Не крочи, скорее всего. Тут с таким заходом нужны только не крочи. Просто, чтобы они кипиш наводили, а ты в это время бластами закидывал в вышки. Мне кажется, тут все просто. Ну да, вот смотри, барабаны появятся сейчас у Фуриона. У него уже деньги есть. Винга, не ясно, что возможно, она тут тоже думала собрать барабаны. У него тут брейсер есть, но уже поздновато. Хотя, кто его знает? Мекка у Пугневича есть. Дальше. Вообще, не помешало бы сейчас дособирать хотя бы аквилку на ком-то. Ну так, за компанию лишним не будет. И что еще сделать? Ну и не крочи, естественно. Это был бы норм. Ну, аквилу, базилу есть. Ну, можно прогрейдить. Да? Ну, там, бразница не слишком большая. Создается, подпушится один. Боятся, очень сильно боятся вега. Они хотят драться, они хотят просто получить эту вышку, но им не собирается ее отдавать. Прилетают сюда в Фурич. Ну и надо, надо продолжать давить по направлению, которое вы уже достаточно серьезно продавили. Если вы сейчас так отдадите здесь тир-1 или тир-2, что вы собираетесь в дальнейшем делать? Да нет, улетает. Улан. Слушай, а нулан очень рисково улетал. Рядом с инвокером, который может до тебя дотянуться сто-пятьсот тысяч способов у него. Плюс там еще какая-то венга недалеко тусовалась. Кстати, что-то летит в Курьере. А что там летит? К ноуферу летит поясок. Нет, это пока еще не ПТ, это просто поясок. Ну и варды, игры, джинэстики. Выдвигаются они на ботом. Правильно, правильно, правильно. А нельзя стоять? Нет, стри-кейшена. Стоит тоже отметить, это важная штука. Зайти на хай-граунд. Мне клянеется инвокер. Толстенький, 1100, 2200 на руках также есть. Мидас надо кинуть. Линза, Олины. Хорошая штука, кстати. Они пенечки, выход. Маг готов ворваться, есть их и слэм, не попадает под азл, узнают Делина. О, да, да, главное, чтобы сейчас не растерялись имперцы при заходе на этот хай-граунд. Вот они, бласты, один за одним. Да, волков тут просто убивают, вот в чем дело. И Ликантроп подошел, Ликантроп подошел, Ликантроп подставляется под метеору, начинает высасывать, сразу его подсеряет ураку. Отличнейший врыв от мага, и ОТ выдает просто невероятную дамагу, то имперцы пока еще в большинстве своем живы. ОД закрыт деревьях, на него столпилось неплохое количество людей поглазеет малость. Забрали вокруг Астрала, получили неплохую плюху от этого самого Астрала. Хвост в итоге сейчас будет умирать. Да ладно, но у Фера тоже, скорее всего, здесь заберут. ОД выживает, Фаник тоже, тоже будет умирать. Успеет ли он сделать? Он убьет, 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 рунжовый барак это такое себе. А там байбэк был от Ликонтропа, поэтому более-менее, но две тысячи подарили Веге сейчас. Тысяча Ораклу, тысяча Ораклу, это вроде не слишком критично. Так, тут кого-то пытались поджечь, а, это Нуан, здесь там 65 хитов. Посмотри, 66 интеллекта он украл за драку. Это много. Вот если бы он дал ультимейт после, а он почти в самом конце ведь ультом шварднул. Нет, там не так много дамаж на самом деле залетело, Даззл успел кинуть после этого сразу подхил, и я посмотрел, он не умер. Много, вот если после 66 он шварднул, мне кажется, такие персонажи, как Венга, там, хотя, они стараются собираться через статы, посмотри. Ну, естественно, естественно. Стараются, брейсер какой-то, пустят, хотя бы чуть-чуть, но дают интеллект. Единственный, вот хвост, ничего не тарил. А у него и так герой умный. Ну, вообще-то. У Пугны 4 прирост интеллекта. Как тебе такой? Нормально. Аккуратнее надо быть, сейчас их слэма нет. Минуту. А заход на хайграунд есть. Танчик, по хвосту попали. Есть грей. Но фиссуру отрезали, вот он, свап, который действительно был нужен. И ноуфера здесь встреет, там санстрайм. Там еще погоня будет, что людей. Резолин. Кстати, это может быть ошибкой вот этой погоня, потому что тут идет метеор, метеор немного. ооо. И все, отступать. Да ладно, какой за хил по ноу-уану? Ты посмотри, продолжает его пробивать, шейкер просто упрыгивает в сторону. У шейкера их ослэма пока еще нет. 25 секунд, фаника отгораживает очередной раз фиссурой. Фаник закрывается деревьями, пытается улететь. Ему останавливают фтершоком репортацию. Еще один грей. Слушай, мага, запирают. Флой. Фаник флой. Почти флой. Его добили. Пошел в атаку ноу-уан. Алоша тоже погибает. Очередной даблкил. Пошел Астрал. Вот пытается высоцить ноу-уана. Нет Астрала. Его просто не пропускают. Да ладно, Фаник еще один прыжок, но тысячку же дает. Он есть минус. Солыча тоже пытается пробивать. Тут же Паша где вообще пугна? Попадает по Паши. Паша погибает. Это минус Бараки, скорее всего. Соло тоже минус. Байбека. Два байбека. Ты посмотри, что происходит. Боже мой. Но это байбеки, которые ничего не принесут. Фаник. Фаник убили. Фаник убили. Это норм. Фаник, кстати, после байбека. Да, да. Именно поэтому это норм. Потому что как раз смерть Фаника немножко темп сбивает. Но, в общем-то, ты посмотри, какой ценой, какая куча байбеков была сделана сейчас игроками команды Вега Сквадрон. Посмотри, вообще ни у кого, во-первых, байбеков нет. Во-вторых, одни таймеры здесь в статье. Так, вот некрочи начинают появляться. Стоит отметить, что ОД в этом файте апнул 11 уровень. Это второй ультимейт теперь. еще интеллекта поднаберет, то ульта будет очень жесткой. То есть, 5-6 тычек, если не успевает империи сместиться и прокроет хорошо, то там урон будет колоссальный просто. Ну, возможно, стоит, не знаю, а тут мега, а мега есть упугны, точно мега есть упугны, пайпа нет. Но, что тогда можно предложить, кроме пайпа? Я не знаю. Пайп вроде бы, а смотри, не соберешь. Как не да, масс боковой, это не вариант. Вот нужна одна пайпуха, которая вот просто подкушает немного дамаги от Шейкера или же от Outworld Evarer от Earth Shaker. Зря он забирает вышку, на самом деле. Я понимаю, что ему форстаф нужен, но сейчас но Уану очень надо добраться до Блокингбара. Потому что без БКБ он бить нормально не может. Там стоит вард пугны, который очень сильно мешает ему жить. Уан нормально не заряжать, просто у него каждый выстрел стоит 100 маны. Ну, да. Он пытаясь заряжать за эти 100 маны, получает больше салют. Штамвард сколько у нас наносит? 1,75, ну вот 175 урона за каждую плюху он и получает. Да, это действительно много. Можно с 10 ударов умереть. Инвокер есть, третий некрономикон. Волков здесь видят, да, волки побежали себе дальше. Но также и Вега понимают, что их видят. Шейкер с эхо-слэмом. Да, сейчас нельзя идти на Рошен, на самом деле. Если Вега это просекет, а она это просекет, я думаю, довольно-таки быстро и Шейкер залезет туда со вторым эхо-слэмом, может все очень плохо закончится там. Что-то герои не такие толстые. 902 хп у Пугны засыпется просто на ура. Да, если на Пугу запрыгнуть, то может все получиться совсем кисло. Но вот сейчас смотрим. Эмпайр не видят вообще ничего. Они просто ничего не видят. У них нет никаких отправки пеньков, не знаю, что угодно на разведку. Тут идет толпа людей в смоуке. Половина Рошена еще, половина Рошена еще. Да-да-да, не вариант. Вот, пошла первая плюха от Варда. Были, наверное, что-то за подорез. Шейкер заходит, нападает только на Резоля. Проседает почти на фулкну. Пэт, освободение дальше на Резолюшна. Но у него сложно быть, разваливается команду Вега. Боже мой, этот Вард Пугны он реально застрелил всех. Бах, бах, бах. Байбека нет. 55 секунд, погоня за Семой. Сема, станом не попадает по панику, паник просто бежит и в спину наваливает. Там есть ТП, вот пытается мансить, что Сема пытается сделать ТП, есть Вижен, у Куриона добивает Сему, Сема тоже без байбека, 50 секунд. Вард с Пугны выиграл этот Пайт просто в салат. Три тысячи урона нанесла Пугна. Три тысячи. Три. Ты видел Шекера, который с 50 хп остался? Он нажал этот Эхослэм, все, его больше не было. Причем, как оказалось, Эхослэм был не настолько хорош, а они идут по нижней линии, они хотят забрать этот барак. Я не знаю, насколько это круто. То есть, вы можете пойти на мид, попробовать забрать эту сторону, центральную в смысле, точно так же спокойненько. Ну, ладно, не слишком спокойненько, потому что крипцов нет. Вот Фанник, в принципе, и занимается тем, что пушит крипцов. Ладно, выбор Эмпайра здесь понятен, потому что в миде тупо нет крипов. И к моменту, когда они сейчас донесут это здание, крипы должны будут подойти. А, кулдаун там не слишком большой. Вот Фанник, мид, тут барак. Очень все легко и просто сейчас для Эмпайра. Смотрим внимательно графики. На графиках преимущество не совсем-то и большое по деньгам, но темп, темп такой, что я не знаю, как с ним совладать. Да уж. Ликантроп. Ликантроп как раз не как тот Террорбейт у команды IG Виталити. Он не стоит на базе, не смотрит, как у него горит сначала одна вышка, потом другая. Он просто пытается выформить себе Блэк Кинг Бар и правильно делает. БКБ его удержать будет уже тяжеловато, потому что там разочет какой-то свап. Атакуют. Вот он пошел варп угны. Да, варп ставится нон-стоп. Элина вот сейчас задула, получила в лицо. Хирос тоже задул. Ты понимаешь, что они не могут драться вообще? У них все основано на магическом рассказе. Они просто... Ну это то-то тут типа маги. Маги, да, все вот это. Это заклинание и все такое. Хирос тоже немножко танчит. Нужно подводить Форгитов, чтобы не по варду била вышка. Дэндеваурер подошел, плюху отвесил. Башня сил не совсем понравилась. Вард, вард сейвят. А тут сейчас снова будет через пару секунд. будет новый. Вот можно потратиться в эти три секунды. Но вы опоздали уже, потому что три секунды прошли. Не, не опоздали. Слушай, вард пока еще не стоит. Резолия пытается спрятать. Фугна должна появляться сразу же ставить вард. Так и происходит. Продолжается атака Хвасаинуана соло. Кастует и умирает. И, знаешь, микрономикон. Волк очень долго ест вард. Они сейчас напишут ГГ, потому что они понимают, что они ничего не могут сделать. Погоди, тут еще война идет вроде бы. Но, да, 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 да. Тут уже все. Тут уже хвост. Резоль, микрономикон. Все убивают Пашу. Появляется огонь у Фуриона. А где сам Фурион? Фурион пока на базе. Коуд снэп, тычечки. Фурион должен взлететь, закрыть его. Слушай, там умирает этот инвокер. И хвост тоже сейчас здесь умрет. У него есть, правда, еще сосалочка. Вот он, собственно, и сосет. Сосет, сосет. Просто как бог сосания. Заканчивается микрономикон. Хвоста съедают. И Фаника тоже здесь убьют. Зря сюда пришел Фаник. Для чего ты это сделал? Хауль, погоня за Фаником. Юла там нет. Хотя Фаник очень быстрый. Фиссуры нет. И в итоге все закончится тем, что минус одна сторона и на мидл не зашли. Снова минусу Д. Снова минусу Д. Опять же, дорого. Конечно же, дорого даются эти защиты сторон. Но по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть у героев начинают появляться какие-то артефакты. Вот та же Лина почти с Аганимом уже. Но Уану нужен Блэк Киндбар. Как только у него появится БКБ, он сможет выдавать тонну демеджа в файте. Просто потому, что физухи с руки там не так уж и много. Фурион, да, у него весомые тычки, но его можно отправить в Астрал, и Фурион Тимли начал собираться опять же честь загоним. Он выбрал сторону пуша, скажем так. Мог бы попробовать собрать какой-то МКБ, да и даустам и так далее. И быть тем героем, который вот этих БКБ-шеров убивал бы. Но выбирает другую сторону. Угр Клаб уже имеется у Ноуана. 2000 есть на руках. То есть, по факту, до Блэкинг Бара остается не так уж и много. Вообще, инвокер там тоже сейчас с Угр Клабом. Если это будет БКБ, это тоже будет серьезная заявка. Потому что тогда Outworld Devourer тоже почти полностью теряет весь свой дэмэдж. Кликантроп сможет им подъедать пацанов. Да, ну вот. Ставятся печки потихоньку. И очередной заход в Мидл. Блэкинг Бара до сих пор нет. Вот он, Вард. Пошел. Акты его надо сломать. Да, у Варда, конечно. А как сломать Вард? Он стоит на Уан и получает просто внутренний. Ты посмотри, как он получает. Он прячет Пугну, он съедает Вард за время, пока Пугна была в Астралии. Вот это классный мув. Им надо идти драться. Им нельзя ждать следующего Варда. Ост подъедает пихонечку рейнджовый Барак. У него уже 300 КП остается. ОД улетает на Фонтаны. Это может быть ошибкой, потому что еще один Бласт, а он улетел за БКБ. Тогда все норм. Еще один Бласт и Барак будет разрушен. А, там тележка давали. Добьет. И... Денай, Денай, Денай. Да, да, да. Идет Денай Барак. А сверху тоже происходит у нас заход. Сверху идет Фаник давить вышку. Просто какая-то нереальная вакханалия. Посмотри, тут выходят некрачи, форгиды. Нужно отправлять их на этот Барак, потому что ребята понимают, сверху тоже все горит. Или все-таки перенаправляют на топ? Да, перенаправляют на топ. Сэйвит Вард. СНК Колизей вот по-другому это не назовешь. Посмотри, что происходит. О, Дэ, пошел боковать. Какой Юл, хороший. Это свой Юл. Хвост начинает получать. Есть свап. Ноуан получил Метеор. Не страшно. Начинает наваливать у Ноуфира. Уже много интеллекта. Но в Рауне не чувствует этого, потому что их статов просто миллион. Ноуфир зажался в угол. Там Паша пытается сгрызнуть кого-то хоть даст. Эхо, слэм. Мне плохое. Будет ли фиссура? Есть фиссура? Минус флок. Резолюшн пока живет. Будет ли еще стан? Две секунды до стана у Шейкера. Продолжается погоня. Есть инвиз. Где просветки? Нет просветки? Мы же 5к ММР. Да не, не, нет просветок. Зачем просветки? Ковырялись так себе. Милишный стоит. На топе вышку уронили. На топе уронили вышку. Но! Часы тикают. Часы реально начинают уже потихоньку тикать. Вроде бы преимущество и есть. Оно вроде бы даже в районе 7 тысяч. Но если быстро не расправиться... У Ликантропа сейчас появится какой-то дезолятор. Я так подозреваю. И вот эти дазлы. Дазлы, пугные и так далее. Они для него станут очень тонкими. Он будет просто нажимать форму и за две тычки сгрызать их. У тебя будет вариант сейвиться либо грейвом, либо закидывать себя в астрал и так далее. Да, это будет работать какое-то количество времени. А потом ты выходишь. Встречаешь суровую реальность. Ну вообще действительно нужно сейчас с имперцем собраться и отправиться в одну из последних битв и приложить все возможные усилия для того, чтобы нанести как можно больше дэмэджа по этим зданиям. Да, мы видим, вот они пеньки. Их уже задули, но там своих 60 хитпоинтов они забрали. 70. БКБ урезолюшна. Да, БКБ урезолюшна, кстати, тоже очень важная. Лина, кстати, со своим аганимом и почти 16 уровень упугны сейчас 1111 хп. Это ровно одна тычка от ОД и лагуна. Так и есть. Третьего уровня. Ну поэтому хвостать здесь не будет. Поэтому, собственно, хвосту вот этот Иул и нужен. И мека, для того, чтобы как только ты получаешь первую порт дамаги, моментально выхиливаться или же прятаться. В миде сейчас стоит Паша, которого, кстати, можно попробовать подловить. Он, я думаю, не особо боится, он оставляет, скорее всего, на байбэк. Вот Лину, на Лину напали, Лину сразу же пытается ораку поцелить. Резоль, 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 Грейм. Удевает набросить, Резоль, будет ли БКБ? Есть Астрал, он весь Грейм рассеет в Астралии. Идуль Куриона. Будет еще тычка по резолюшну, резолюшн рассыпался, моментально придет его. Дэп, БКБ начинает наваливать хвосту, хвост спрятался в Астрал. Ноуфир, поставил, что ты подсматриваешь. Фаник, 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 отправь Пиньков на топе, на бараке. Да, пофиг, что тут проигрывается замес. Вы должны месить здание на топе, минус, ноу-1 ему надо делать байбэк. Он делает байбэк. Телега добивает рейнджовый барак. Да, телега тащит. А пик в это время месит милишный, но милишный бесполезно здесь месить на самом деле. Он отрегенится. Ну, осталось два милишных барака. И телега на топе месит еще один. Она просто телега знает. Телега действительно что-то знает. Специально обученная мной телега. Пы тоже ломают. Телега Каспера толкает телегу. Да, да, да. Вот этот надо бить. Да, ну, ман. Конечно, имперцы давят. Имперцы просто нереально давят. Еще одна пачка некрачей появляется уже второго уровня. Фаника. Тиантропу нужно купить изолятор. Если он хочет драться в ближайших файтерах, ему нельзя оставлять на этот байбэк. Байбэк здесь уже не поможет. Да, байбэк тут уже... Ты нажимаешь свою форму, и ты в ближайшее время бесполезен. Тебе надо за форму сожрать пару-двойку магов. Пару-двойку, да. Маглов. Маглов? Да. Ну, Маглов тут, кстати, почти и нет. Вроде все кастуют. Магл это Рейскинг какой-нибудь? Или сам Ликантроп? Так, вот он, дезолятор появляется. Рошан появляется через 35 секунд. Невидимость. Да, конечно, я смотрю просто на то, как Вейка отчаянно отбивается, вот эта тьма байбэков. Это осада просто. Она длится уже, наверное, минут 18. Это осада, и ты ничего не можешь сделать. Ты просто зажат у себя на хайграунде. Ты понимаешь, как только ты отходишь, приходят вот эти дружбаны фаника, харьковская братва, и начинает ломать тебе барак. Так, причем, смотри, сейчас Резоль подходит, допустим, с некрачами. Допустим, есть какой-то крип, который подошел к хайграунду. Резоль в инвизе подходит, туда прилетает фаник, две пачки некрачей, минус здание. Если глифа нет. План Капкан. План Капкан. Нормально, конечно, ОД с тычкой убивает всех этих пеньков, но это круто смотрится только в защите. Когда там только крипы нападают. Надо, чтобы вард Пугны дамажил не только за трату маны, но и за восстановление. Давай, это норма, кстати. Чтоб ОД с одной тычки себя убивал. Прекольненько. Добрый ты. Добрый, дядя. Тебе где-то ОД девушку увел? Да, вастрал. Хорошо. Начинает падать. Волк спалил все это дело. Все прекрасно знают. Есть ли эхо слэм? Эхо слэм есть, но не пошли. Отдаю Таегу. Отдаю Таегу, а это плохо, потому что Пугна теперь с двумя жизнями. Да, да, да. Ииии... Смотрю этот декрепифай. Крестэбэк. Какой кошмар. Трезоль стабильно пушит низ. Там и так сильные крипы. В миде тоже постоянно прессинг. На топе только немножко не хватает сейчас фаника. Но фаник только недавно, видимо, оттуда свалил. Линкин сфера появляется у хвоста. Как раз вот против Лины, которая прям вот точит сейчас нож. Слушай, тут Солыч просто соло может умереть. Соло в соло. Да, Пугна его высасывает целиком и полностью. Но не знаю, 735 хитпоинтов. Вообще, Некрач за ним бегает. Считается его подрезать. Солыч выжил. Странит с фуллом. Некрача убили. Паша, покажи. Купил, кстати, себе дезолятор. Я так понимаю, даже собирает либо кирасу, либо медаль. Но медаль вряд ли. Какая же осада. Ну, кино новое. В осаде 3, только в главной роли здесь, скорее всего, ноу-ан и я в паше. Осада Дайрграда? Дайрграда, да. Так, вот хвост. Очередной бласт. Посмотри, у барака остается очень мало здоровичка уже. 550 хп. Телега стреляет. Телеги просто тащат пока в этой игре. Смотри, как она наваливает. Можно лакрить на телегу еще закинуть. Будет норм. Возможно, стоит резолю взять. Барак бедный. Ты посмотри, у меня есть фортификейшн, но не жмут. А барак уже молит. Нажмите. Вроде да, вроде нет надобности, потому что по 15 хп его убьют. Это не так-то и много. Читный бласт от вас. Пугно, пугно. Еще телега добивает. И на топе тоже уже начинается экшн. Что делать? Как играть в эту игру? Думает сейчас вега. Коулснэп получает маг. Есть пруты. Можно еще и санстрайк повесить. Прятали в астрал пока живет. Танчик по соло. Лина будет выдавать лагуну. Видит ноуфира. Ноуфир просто убегает. Ноуан в Блэк Кинг Баре. Пока он потрачен просто в никуда, потому что дэмэдж он нанести не может. Бегает там. Паша. Идет фаник. Фаник погибает. Грейв пока на маге. Маг живет. Снова спрятали в астрал. Наваливает с руки. Минус ноуфир. Высасывает хвост. Соло. Соло. Соло, живи. Там фаник забежал на базу. Немного неясно, почему все-таки под шумок не решили имперцы снести здесь бараки. А решили именно драться. Рустав и Даггер будет хвост. Получает фиссуру. К нему подкрадываются. Сашка, беги. Сашка, сейчас, по-моему, придется сосать. Возможно, даже не последний. Так. Так все, в астралову. Не, ну ушел. Ушел здесь хвост. Там уже Т4 первая была разрушена. Вторая также подверглась атаке крипчиков. Последний барак остался. Ну, возможно, не стали бросаться как раз из-за того, что был глиф. Потому что могли вообще умереть пятером без размена. И при этом еще и толком ничего не сделать на базе. Но, с другой стороны, кулдаун на глифе. Да, они как бы не смотрят на эти кулдаун. Они все равно сейчас идут на топ уже. Они рисуют план, собирают палатки. Вот это упаковываются провиантом и выдвигаются на топ. Вот эти рюкзаки собрали и пошли. Да, да, так и есть. И ноуан, кстати, скоро заведется мистик стаффом. У него будет шива. А мне кажется, здесь нужен хекс. Кому-кому-кому. Ноуану. Какого-то даззла нужно выключать, чтобы он не кидал грейвы и так далее. Потому что из-за этого не может зафокусить никого Паша. Потому что он бегает за таргетами. И там вивж, вот эти все дела и так далее. И хекс, он всегда крут, как ни крути. Прилетает у нас морозный Рошан. За гиперстоуном для Паши. Понимаю, уже на подходе кираска. И БКБ у Лины появляется. Ну, теперь почаще будет Лагуна вылетать. Да и раскасты будут несмотря ни на что. Ну, начнем с того, что Сема очень быстро может сам вард истребить. Из-за пассивки четвертого уровня. А так спит запредельно. А варду и надо натыкать, скажем так. Но один барак. Он трудный самый. Один барак, действительно, он трудный самый. Сейчас очень много нервов, я думаю, будет потрачено. В попытках его забрать. Или в попытках его защитить. Тут уже не разберешь. Алоша подпушивает пока топ. Поймали Сему. Да, Сему тут будут убивать. БКБ нажал. И Лагунку даже выдал. Неплохо пробивает. Резоль, учителя. Резоль гибает. А Сема. А Сема. А Сема выживает. Сема еще жив. Сема спасется здесь. Анатопия в это время. Алоша. Вместе с пингами. И с третьими некрачами. Заходит. Начинает пилить милишный барак. Пытается убить некрачей. Раз одного вастрала. Второго искупил. Кстати, это куча денег. Если что для Ноуана. Потому что каждый некрач приносит колоссальное количество бабла. 200 единиц. Нормально там позаливали еще с ультов. Но пока эффект не достигнут. Барак стоит. Барак стоит. Минус 2 барак стоит. И появляется Шива. То есть денег на нее уже хватает. Но Ван может добраться до такого капа, когда ультимейт его будет действительно наносить тонну демеджа. Из-за того, что там пошли в некрачей и так далее, они не приносят такого количества. Например, Лоша не имеет вообще ни одного артефакта на интеллект. Кроме как, ну, немного барабаны дают. Хорошо. Ну, знаешь, даже при том, что барак стоит. И при том, что вообще все вот это происходит. Как-то защищаются Вега. Мне кажется, аутов у них уже почти не осталось. Ну, слишком безвыходная ситуация. Да, играя против Фуриона, который в любой момент прилетает и начинает грызть твой барак. Это действительно... Ну, смотри, он сгрызает барак. При любых каких-то обстоятельствах вы только куда-то вышли. Он там прилетел, добил. Там вместе с Инвокером, например, вдвоем. Просто придут, засуицидятся, например, у него. Ладно, сначала над Наглиф как-то развести. Но это другая история. Что делать потом? Как дефить всех этих мега-крипов? Нет конкретного героя, который легко их дефит. Ну, понимаешь, я представляю, что сейчас делается в голове у Веги. Но ты просишь и думаешь, у нас есть одно строение, которое падает, и мы проиграли 100%. А у врага есть куча строений, которые нам как-то еще надо снести. Как-то надо снести. Они постоянно наступают, и даже нет момента выдохнуть. Я думаю, некоторые даже закупаться не успевают между атаками. Это как Defense of the Enchions. Волны идут. Волны Empire. И каждый раз они сильнее. Потому что они покупают каких-то некрачей, и X-Hero Siege. И ребята действительно наступают все сильнее и сильнее. Да, но тут посмотри, есть Паша, да? У Паши совсем скоро будет Кираса. Ну, не прям совсем скоро, но буквально через пару волн, скажем так. Empire. И будет большое количество минус армора. То есть, Resolution 2100 хп. И я ничего не говорю про Dazzla, у которого 8 армора из Кираса и Дезолятора будет отлетать просто моментально. Не дай бог там появится какой-то Abyssal, Bashar и так далее. То есть, в теории, Вега, Тефаться может еще долго. Вопрос, как и перейти в контрнаступление. Да, именно. Перейти в контрнаступление будет почти нереально. Ты куда, когда не уйди, у тебя почти 100% на базе окажется Фурион. И, скорее всего, он будет еще и с инвокером. А там два Форгида, две пачки Некрачей и Пиньки. Как хочешь, так и защищайся. Ну, по нижней линии сейчас пушат Фаник. И еще появляются Пиньечки. С ульты Nature's Profit, да, вот они тут стоят. БКП, чтобы полторы есть. Вот он сейчас стики поменяет на какой-то Хекс в ближайшее время. Ой, ультимейт будет жесткий. Это будет очень жесткий ультимейт. Правда или прокалывал? Да, правда. Вот, то есть, я представляю, сколько залетит в Винге с барабанами и Дазл с барабанами. Перепонки лопнут. Нет, Дазл, кстати, немножко залетит. У него, на самом деле, интеллекта очень много. Посмотри, 75 плюс 29. Дорнадо. Слишком большая. Вот, что Дазл займет конкретно будет бить РД. Бах, Форги, да. 38 золота. О, Империя, может, вы соберетесь пятером, у вас неплохо получалось. Ребятки, чего вы разбежались пока что-то? Ну, в последние 10 минут у них плохо получалось. Они пытались зайти на этот барак, они убивались. Там по 2-3 человека терялось где-то в пылу битвы, скажем так. Так, вот так, не надо теряться. Ну, хорошо, Рошан уже стоит, начнем с этого. Ну, вот сейчас пойдут на нее. Что будет фармить себе хвост? Вот у него 3000 есть. Фурион собирает дезолятор или нет? Фурион собирает рефрешер. Хорошо. А дезолятор тут нужен, на самом деле, сделать вот эту тычку по баракам. Да, могу сказать про, если бы инвокер собирался хоть какой-нибудь урон, мог бы купить себе дезолятор, он и пушить больше помогает. Ну, смотри, расскажешь, нафига ему дезолятор. Ему нужно сделать раскаст и мансидить. Да. Мы-то слушаем аналитиков, а они нас нет. Вот в чем разница. И что тут у нас? Угневич, 18-й сейчас будет. Да ладно, и черт с ним. Сплетущий дазл сейчас может умереть. Он с линзой бегает. У с линзой, конечно, каст рейндж просто бешеный. Крик может накидать со своей базы. Угу. Да, Паша всячески пытается фармить. Прилетает Фурион наверх. А что они собираются сделать здесь лика? А, у него же нет ничем прогрызть здесь. У него БКБ есть. Слаб. Да, слаб, стан. А вот что делать с ноуфиром? И что теперь делать в панику, когда начинает грызть тебя Паша? Ну вот, закрываться и бежать единственное что. Там на топе экшен, там на топе лину пытались. Ты посмотри, Пашу, Пашу зажали крипы. Мне такой, как пробежал здесь. А скоро форма заканчивается. Минус в это время мак, размен один в один. Но это ни к чему не приводит. Слушай, ну у него БКБ есть. Он его почему-то не нажимает до сих пор. Оставляет на байбэк? Оставляет, да. На возможную действительно неплохую драку. Пытается улететь. Тут инвокер. И чувствую, пригодится ему на байбэк. Глиф нажимают. Вот это момент истины. Я не знаю, кто это сделал и зачем. Это должен быть их слэм. Но это реально момент истины. Потому что без глифа сейчас имперцы... Там уже 4 атакуют просто. Империя должна просто сейчас all-in. Просто в пятером пойти и навалиться в барак. Нажать блокивары и бить барак. Да, да. Именно так. Потому что без глифа единственное, что останавливало вот это вот телодвижение, это глиф. Вот, мигает, мигает сейчас венга. Типа, ребята, там... Там глифа нет. Пиу-пиу-пиу. Можно сделать здание. Типа, убиваешь. Потом мега-крипы. У барака есть слоты в инвентарь. Ему нужно подкинуть актеринкор. Глиф будет быстрее перезаряжаться. На 25%. И крипы быстрее будут появляться. Ну, вот это не факт. Но если там кнопка спаун крипов, тогда да. А вот они заходят на Рошана. Бедная Вега, конечно. Чего же им тут делать-то? Это... Еще и Аганим появляется у Пугны. Вот на что он пофармил хвост в последнее время. Так усердно. 4600 Earthshaker. И самое страшное. 43 минуты яростной баталии просто империи против Вега. 43 минуты убийств, развратов, опыта и разрушения зданий. 7500 K преимущества. Китайцы. 50 минут пофармили, никто никого не убивал. 15K выигрывает почти на хайграунд. Да, да, да. Сейчас, я думаю, китайцы смотрят и думают, что это вообще какая-то другая катка. Что так нельзя играть. Думают, вот они донари. Дегроды идут на хайграунд без 15 тысяч преимущества. Потому что так вообще играет. А тут трудно будет заработать империи 13 тысяч преимущества, потому что все крипы идут на хайграунд. Тут опять вард, очень агрессивный вард, который сейчас просто поломают. Слушай, а там кого-то еще ломают в миде. Там действительно на Сему набросили. Сема, Слэм, неплохо, сожрали одного. Сема, Блэкинг Барри, раскастовывается, сожрали Фуриона, у него нет байбэка. Бежит отсюда Сема, и Контроп продолжает преследование. А можно на базу, пожалуйста, кого-то отправить? Вот, например, Резолюшн. Действительно, спасибо, Роман, очень приятно. Но телега, телега работает. Телега работает просто безотказно, божечки ты мой. Империя косячит раз за разом. Вам не нужно драться в центре, вам нужно пойти за суицидица в долбанный барак. Позвоните им кто-то, скажите, что так надо сделать. БКБ Фурион, БКБ Инвокер, БКБ Пугна. Зашли и накидали бластов и всего, что есть. Да, так все. И в итоге, ну, мега-крипов. Хорошо, умрете вы раз, ну, там, в пятером. Да вы и так дохнете по два, по три человека. Какая разница, вас трое или пятеро умрет. Но зато вы сделаете мега-крипов. Прессинг увеличится еще больше. Как же он регенится, этот барак? Вот сейчас вега по-любому думают, они бы сейчас свапнули просто оратлы на дерево. Просто с доплатой, я бы сказал. О, там еще мигает у нас, а лоша что-то заподозрил. Говорит, ребят, ну, вроде бы пять зданий забрали, а с шестым у нас какая-то поплава началась. Ну, давайте, может, попробуем его снести. О, по-любому кто-то звонит. Всех фоун. Восстан звонит. Говорит, ребятушки. Монитор. Выключился. С выключенным монитором играли. Ну, с выключенным монитором, это серьезный. Вот, с выключенным монитором. Ну, вот Солода просят не анпаузить. Видимо, тоже нужно позвонить. Жесть, конечно. Глиф просто откатывается. С каждой секундой култана все меньше и меньше. Как бы это странно ни звучало. Так и работает после термооткатских лов. Да, да, да. С каждой секундой остается все меньше и меньше. Если только рейснет войда. Я пояснил для тех, кто, возможно, не в курсе. Осталось две минуты до глифа. И потом наша авантюра с прожатыми Блокинг Барби опять станет невозможной. Я прям вижу эту шахматную партию, когда, типа, нажали глиф. Вот это бьется, типа, ваш ход, типа. Да, да, да. И там пять минут отчета идет. И там, бах, типа, глиф откатился. Мы готовы принять еще один бой. Еще один бой. Так в том-то и дело. Они не могут драться нормально без глифа. В смысле, они не могут защищаться. Кстати, у ОДУ же 4700 на руках. Разница по нотворцам упала до 5000. 5000. 45-ая минута. Нет двух сторон. Я бы даже с грубим сказал, нет трех сторон. Но нет, он стоит. Он стоит. Тут можно пошутить по-разному, но... Да, мы про барак. Мы про барак, естественно. Рефрешер у Шейкера. Я только обратил на это внимание. Ну, в принципе, он его только и купил. Ликантроп. Три косаря. Что ему... Вот что в такой ситуации покупать? Тилфьюри? Ликантропу? Да. Нет, обисал. Обисал. Просто жрать. Подбегать к дазу, накидывать ему обисал. Нет, так смотри. Ты его и так, типа, сожрешь. Так он накинет грейв. Он выиграет эти пять секунд. Да с какой-то мегу там, типа, подхил. Нет, ну у тебя просто есть там Шейкер и Лины, которые могут с этой задачей помочь. Тем более Лина с Линзой, у нее... Тот тоже с Линзой. Пока до нее добежишь, он там сзади стоит. Не, обисал, я считаю... Не, обисал это норм. Но вот просто как альтернатива, как способ защиты от попадения. Ну, Мьёльнер, типа, да. Но с Мьёльнером, например, смотри, вот. В чем лучше Баттлфюр, чем Мьёльнер? Давай, в данной ситуации. У Мьёльнера есть Монокост или что? Он, типа, ударит тебя? Тебя не закроет Фурион на 5 секунд, если ты будешь Баттлфюри. Ну да, тут проблема. В этом тоже есть свой нюанс. Ну, так у меня есть Лина, которую станет по спрутам. Надо показывать... Вообще, стана можно по героям другим давать тоже. Можно тоже. Ну, если дать по спрутам, как эффектно врывается волк. Вот это... Рвет на себе рубашку. Из огня вылетает. В кино нормально делают эффектный прыжок, типа, и в это время ты превращаешься. Сквозь огонь, да? Ну, по крайней мере, в сумерках так и было. Опять ты со своими сумерками? Там эффектно сделано превращение. Охрана, выведите этого человека из зала, пожалуйста. Там... Сумеречного человека. Ликантроп нормально превращался здесь. Он вот тут зависает на полторы секунды, начинает там шутить. Вообще, предлагали выпустить аркану на Ликантропа со звуком из трансформеров. Это Тинкеру, на самом деле, надо. Так он ни в кого не превращается, а Ликантроп превращается. Так... Можно сделать механоволка. Механоволк? Да, это, кстати, отличная идея. Берите на... Чиззи, Е или Чиззи? Волк по имени Миши или Механический волк? Я думаю, что Механический волк. Ну, тогда Чиззи, это. Волк по имени Миши тоже ничего. Механя-волк? Мишаня-волк. Мишаня-волк. Что-то с крипами случилось? А, это эффект грифсов, походу. Или арканбутсов, чего-то такого. Вот это прикольное свечение. Нет. Бум. Го-го-го-го-го-го-го-го. Поехали, поехали, поехали. Для тех, кто не в курсе, друзья, мы смотрим с вами нижнюю сеточку квалификации на шанхайский мейджор. Матч Вега против Эмпайр. Бест оф три серии. Торнадо, вы видели? Ты посмотри, тут крипы попали. Крипы не увидят. Торнадо. И победитель этой пары попадает на команду Спирит. И будет с ней бороться за выход на этот самый мейджор. Сразу по окончанию этого матча, вот что самое жесткое. Да. Можно таким уже изнуренным и высушенным. Последний барак. Последний барак, это прям для фильма нормальное. Липопрезидент США. Тоже, кстати, норм. У нас тут ликантроп дефится в мире. Все, можно нападать на бараки. Ну, глифа нет, ну, пацаны, ну, что вы делаете? Они не знают, уже слишком тайминги такие смещенные, минута всего лишь. Так, а что вы тогда булки мяли? Уходите. Не нападаете? Альт ку-ку. Достал нож и режь? Достал нож и режь, все верно? Паник, улетает на мидл. Там еще начинает сплить. Да, у него есть аганим. У него ульты пока нет. Тут у нас нападение на ОД. ОД прячет на остров. Дэй будет сейчас не крачей месить. О, его высасывают. Ну, ван, прожимает блэкинг-бара. Замесил не крачей. Бьет ранжового. Да, посмотри, никак. Теперь блэкинг-бара нет. Нет блэкинг-бара. Это тоже хороший знак. Паша. У Паши, кстати, формы нет. Они сейчас все потратили. Там линов кого-то щелкнуло, я кажется, слышал. Да, в итоге санчик Паша залетает. Ноуфира, ноуфира окажется убьет здесь. Ноуфир грейп. Слишком большой рейндж. И ты посмотри, как высасывают. Как высасывают. Ноуана подходит оракул. У оракул. У оракул еще будет сосать. А оракул только что ульт, кажется, потратил. Да, так и есть. Оракул потратил ульт. Вот, сосет. Сорнадо, да давайте пососать хвостул. Ну, еще сосет. Хорошо. Слушай, высасывает практически. Ноуана, да фуа. Барак по-прежнему стоит. Вот только-только форги на него переключаются. Телега месят. Пенечки месят. Все месят. Хекст, ноуана. Кажется, это будут мягкие свыше. Экстер, по-двоим. Неплохо. Резолюшн. Сейчас можешь погибнуть. Резолюшн. Но они добьют этот барак. Они должны его добить. Это мега-крепы. Да, действительно, это мега-крепы. Хвост воюет до последнего. Сосет тоже до последнего. На него просто набросились пятером. Он отсасывается как может. Но, кажется, команда его бросила и ушла в таверну. Да. Пост остался в Солянова. Но это мега-крепы. И последнее строение защитное падает. Остается Голый Трон. Голый Трон. Империя разносит Голый Трон веги. Без регистрации смс. Да. И вот он. Мемоштор. Мы, кстати, с тобой рассуждали. И действительно, один из артефактов, который мы назвали, он попадает сюда. Рефрешер появляется ОД. Варианты, Роман. А вот смотри. А теперь насколько будет смешно, если Паша закроет спруты. Паше будет не смешно, я не так скажу. Вот смотри. Мы с тобой при этом предварительно рассмотрели два варианта. При защите. Баттлфьюри и Майлл Штром. У всех есть, естественно, свои преимущества. Майлл Штром, в принципе, очень крут. Но при этом, если тебя закроют спруты, ты булка. Все. Ну посмотрим, ладно. Как это будет работать. О, появляется Дейдалус у Инвокера. Наконец-то он вспомнил, что рученьки даны ему не только для магии. Буах, буах, как же он больно разваливает, слушай. Надо пойти подригениться. 250 хп не слишком круто. Давай. Да все. Теперь эта игра вообще не сместится с хайграунда веги. Ни в каких условиях. Во-первых, имперт сюда не пойдет без байбеков, коров. Это 100%. Во-вторых, даже если у коров нет байбеков, ты спускайся с хайграунда, подписываешь соглашение о том, что Фурион в любой момент прилетает на траволах своей кампании и начинает сносить тебе голый трон. Фурион долбит голый трон. Долбит тебя в трон. Да. Так и есть. Вот Мьолнир уже у Лины. А все начинают собирать Мьолнира, они понимают, что им надо дефликнуть. Ну, а они видели, как Virtus.pro однажды отбивали с этими Мьолнирами. Там, Дазл, у которого 600 крипов. Тут пока еще, кстати, совсем мало крипчиков. Тут Винга всего 27 добила. Oracle 51, Дазл, кстати, 139. Так и рост норм. 200. Да. Ну и все. Вот так вот. Черный свет. Так вот. Да, вот так вот. Никто никуда не выйдет. You shall not pass. Ну, что там по байбеку? Минвокера нету, Лины нет. Это жесткий баф крипам. Кирасы, барабаны. Ладно, все идти с ними просто. С Мега-крипами. Нет, у меня крипы и так себя неплохо чувствуют. Нет, если что, вот сейчас где-то не появится. Закрывает пашу с пруты. Да? Да, самая ситуация неловкая, ага. Ой, блин, ты он, врача, с одной тыки забрал. Если что. У меня 3400. Нам Юльнир хватает. Нафармил. Ну, ван. Шивый. Ну, на самом деле ему с трудом даются эти крипы. Бжум. И вместо ТП нужно обзавестись все-таки Хексом. Потому что ТП ему здесь не понадобится. Ну, кстати, разве что... Разве что травела какие-то, но даже с травелами ты толком никуда не улетишь. У тебя линии постоянно запушены. Так, там кто-то на базу ворвался. Это Фаник. Лови, лови пакостника. Убить. Убить. Убили. 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 Через 6 минут. Ну, не через 6 минут, а в течение 5-6 минут. Это плохая идея. Я мало с тебе говорил, но ты понял, что я имел в виду. Ну, вообще, да. Ну, посмотрим. Я не знаю. Ну, это Майндгеймс. Типа, надо же, этот... Что-то придумать. А 5 мантостайлов? 5 мантостайлов это тоже вариант. По топу, помидору. Даже наши аналитики, когда вчера разбирали эту двухчасовую игру, даже они сказали, какого хрена. Где 5 мантостайлов? Ну, ты х**а. То есть у типов по 15 тысяч в кармане они ничего не покупают. Это же нонсенс. Каждый себе по курьеру. Купите в него по монтастайлу, по некрачам, по рефрешеру. Ну всё, и таскайте вы за собой их. Ну, это всяко лучше, чем 15 тысяч в кармане иметь. Ну, на самом деле, скажу тебе честно, 30 минут осада было интереснее смотреть, чем вот теперь последний. А так цель пропала, всё. Всегда скучно, когда попадает цель. Чёрно-белый, а лоха сидит. Чёрно-белый, да? Всё. Ой, да ладно, там свап по Пашу, Паша! Паша минус, но Паша есть. Паша умер. А форму он прожимал? Нет, форму не прожимал, БКП тоже. Поэтому можно выкупать и спокойно идти. Но, это же байбэк, это же так важно, когда ты так защищаешься. Да не важно, когда у тебя голый трон. Ну ладно. Саша просто... Смотри, смотри, некрачи подошли. Ба. Без полного вана. И ещё бежит некрач. Ещё минут полного вана. Есть фортификейшн, если что, наваливаются. Есть байбэк, лагуна пошла в резолюшн, резолюшн убегает. Огромное количество крипов. Меся там, кстати, неплохой. Там очень крутой был эхаслэм. Деваворов, правда, ультанул в землю просто. Трон пока не падает. Где там хоз? Я слышал, что там ещё один эхаслэм. Да, это был всё-таки после рефрешера. Поднимается ещё волк, умирает фурион, умирает венга. Умирает, кажется, здесь ещё и хвост. Да, ему на пятихат просто завалило. Хата стоит. Хата стоит. А я о чём? И Глиф даже не заставили поражать. Вот, вот, всё, приплыли. Всё, Эмпайр проиграли. Эмпайр проиграли этот матч. Нет, но всё равно. Проиграть его будет очень трудно. Да, я согласен. Фактически невозможно его слить. Нет, слить его возможно, проиграть тяжело. Ты вот не путай понятия. Слить. Слить можно всё, что угодно. Слить, мага, как крипы месят. Она, конечно, защищаться очень тяжело. Появляется тревела у инвокера. Десят. Четвёртая минута. Эмпайр, Вега. Для Империи. Вообще, это игра на вылет, если чё. Игра на вылет, да. Но Вега имеет шанс ошибиться. Если эту игру проигрывает Эмпайр, во-первых, это очень обидно. Мне кажется, что это даже более весомый аргумент, что это очень обидно. Да. Поиграть с мега-крипами, когда у тебя стоят ещё все Т2 и 1 Т1. Нехило так надо... Налажать, ты хотел сказать? Проиграться где-то, да. Вот, идут на Рошана. Хорошо, Эгидо, это норм. Сыр тоже пойдёт. Сыр, сильный света. Эгидо Фуриону, сыр кому-то там... По-моему, пора перезатариваться. Сейчас уже не нужны аганимы на Фуриона. То есть, ну, дропить эти айтемы и собирать что-то в дэмэдж с руки. И вот этот... Ну да, или хиксы какие-то. Вот что-то, что тебе не помешает бить. То есть, хикс на Фуриона, это норм. Ты и урон получаешь, и дизейбл. Точно так же, как и на инвокера это тоже работает. Кстати, вот и 7000 на руках. Раперос? Раперос. Да, ну нет, хиксос. Хиксос это раперос, да, для него по факту. Ой, да ладно, там Семи нормальная плюха залетела. Семи там чуть не умер. На порядочной там подаче. Дваурор прожимает БКБ для того, чтобы забрать не кратчей, чтобы не умереть случайно. Либо же случайно нажал, неизвестно. Но рефрешер у него есть, так что особо переживать по поводу Блокинг Бара не стоит. Ультимейта нет 5 секунд, но я думаю, за 5 секунд не ломануться. Господи, это вот реально, это напоминает кастомку какую-то. Да, да, X-Hero Season она называется. Раньше, по крайней мере, такая была еще в Варкрафте. Крепость сил. Та самая кастомка. Там точно так же, там вы видите здание, видите волны людей, какие-то там крипы идут, что-то там ломается. Усиленные иногда, это не кратчат. Боссы, вот иногда приходят герои, это типа босс. Мне кажется, сейчас вот сотая волна пойдет. Сотая волна? Да, да, главная, главная. Не, ну она не главная, там еще байбеки у сотой волны есть. Ну это героический режим. То есть это был хардкор, типа вы делаете последний заход, если вы проигрываете, вы больше не деретесь. Да-да. Ну да. Тут нет. Уже даже урса пошла вот так. У империи еще бесконечное количество попыток, понимаешь? Ну вообще-то если не байбекаться, а просто ждать по тайму, у них бесконечное количество попыток. Шивега пока не может выбраться. И я не вижу вариантов, с которыми они могут выбраться и добежать до Т3 противника, не потеряв хату. Так, там Дваур просел в 8000, Шиву нажал. Он продолжает боевать с крипочками. Ну, уан бить не может. Где заход в трон, соло, получает колдснэп, получает хех, начинает его убить с руки, спрятав его в астрал. Но уан высасывает хвост. Хвост такой лизнул со стороны аккуратненько. Кстати, можно пойти и Шкироса тоже лизнуть. Лучше Хкирос пытается развалить. Все, уже унитазы попадали. Ничего нет, скоро останется. Только однокомнатная хата. Тут остался еще статуя. Сюда иди. Ну, Пашина, собственно. И сейчас к нему, кстати, придет. То-то самое. Что он так сильно бросит. И сейчас кому-то будет больно. Эган на износ работает. Может, они решили взять измором? Ну, команда задолбется, ломится и напишет гг. У Тима Байера весьма молодые игроки есть, поэтому они дотянут точно до конца. Кстати, да. Там как раз вот Соло, Мак, вот эти вот старперы. Да. Я бы на них упор не делал. Паша, кстати, точно. Я мог забыть. Причем по Соло сейчас Майлштром, чтобы он мог отбиваться более-менее норм. Слушай, в Смаке выход, да ладно? Нет, ты думаешь, Вега не ожидает, что сейчас... Я думаю, она совсем не ожидает, что это. Я думаю, ожидают. Где же они могут быть? О, вард. Совсем неожиданный вард. 9500, ну ван, клуб Пайката, завязывай. Хотя бы муншард. Там, если что-то шваркнул. Там Паша или живой. Пашу шваркнули, действительно. Пытается он убежать. БКБ, Шива, Санстрайк. Паша выжил. Паша на трое. Крипы наваливаются на хату. Лина под Мьёльнером пытается отбеливаться. Так иди потанчи, ты же под Мьёльнером. Че ты убегаешь, Лина, действительно? Потому что у нас сдохнет на ней вивки. Нет, так чуть-чуть можно потанчить. Там у нас ноу-ау-ау-а. Спрятался, че по БКБ. БКБ есть, рифтрашер прожат. Фанни готов кинуть текст, кидает текст. Будь ли под сейв, есть под сейв. Ван пока живет, высасывает его хвост. Просто отгоняют, говорит, не соси. И Шейкер делает байбэк. Возвращается у нас в игру. Сема отбрасывается, высасывает его хвост. Там очередной под сейв от Соло. Де Пауэрер улетит по крипам. Ну ладно, не по крипам. Там у нас еще был Нейчерс Профиот. Хорошо, Макрос готовится. Но у него все уже нет, не улетает ничего больше. Сема атакует. Трон начинает гореть. Глип пока еще никто не нажимает. Хвост высасывает одного. Высасывает, кажется, второго. Сосет хвост. Шмагом высасывает без проблем. Тут же NoOne. Ю, от хвоста есть вас. NoOne отлетел. Атаковать не может, получает текст. Но после байбэка ГГВП пишет. NoOne, 59-я минута. Прожимает противокей. Фастпуш за 57 минут. Исполнение Empire на ваших экранах. Решающая третья карта. Вот это самое интересное. 130 тысяч зрителей на стриме. Привет вам, дорогие друзья. Привет вам, все 130 тысяч. Спасибо, что вы есть. Да. Могло бы быть у вас, конечно, больше. Зовите друзей, подруг. Зовите друзей, подруг. Бабушек, дедушек. Вот такая вот у нас интересная игра получилась. Я надеюсь, что третья карта будет не менее интересной, не менее зрелищной. Что конкретно происходило сейчас, все эти 58 минут, я думаю, нам об этом, безусловно, должна рассказать наша студия-аналитика.